В школах городского округа новая учебная неделя начинается с поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Такое правило действует во всех общеобразовательных учреждениях Московской области с 1 сентября. На торжественной линейке в гимназии 56 побывали и мы. Восемь утра. Актовый зал уже полон людей. Воспитальники 56-й гимназии выстроились на линейку, ожидают знаменную группу. Честь внести государственный флаг Российской Федерации на этот раз выпала ребятам из военно-патриотического клуба «Ротоборцы». Нас объявляют. Максим капитан. Идет первый, после идет Даша. За Дашей иду я, а после за мной идет Ника. Я сейчас чувствую только гордость и немного растерянности. И вот ответственный момент настал. После объявления ведущего знаменосцы под командой «Шага марш» зашли в помещение. Александр Махонин установил на сцене главный символ страны. Все присутствующие запели гимн Российской Федерации. С 1 сентября в гимназии так начинается каждая учебная неделя. Эта традиция, которая появилась во всех школах, очень важна для всех нас, для вас, ребята. Флаг страны – это символ независимости, гордости нашего государства. И вот этот триколор, который сегодня установлен на начале рабочей недели – наша гордость. После линейки разговоры о важном. Каждый понедельник перед началом уроков классные руководители проводят беседы с детьми. Тема сегодняшнего внеурочного занятия – «Россия – мировой лидер атомной отрасли». Тема мирного атома – это тема, которая должна быть обязательно освещена в средней школе, потому что, может быть, сложится превратное мнение, что атом можно использовать только в военных целях. Но мы-то знаем и про атомную энергетику. И вот сегодня будем знакомиться с атомными ледоколами. Наши дети получают информацию из интернета. И зачастую не каждый взрослый может разобраться в потоке фейковой информации и недостоверной информации. А эти занятия, они способствуют тому, что дети учатся правильно воспринимать весь этот поток и понимать, чему стоит верить, а чему нельзя. Такое новшество в расписании школьников ввели по всей стране с 1 сентября. Главная цель – повысить патриотический потенциал молодого поколения, создать условия, чтобы дети знали и, самое главное, уважали историю, культуру и традиции своей родины.